Марка Kia вписала в сертификационные документы семейства SID новую версию, кроссовер XSID. Напомним, это не просто приподнятая версия хэтчбека, а вполне самостоятельная модель, которая отличается другим кузовом. Набор силовых агрегатов будет состоять из двух турбомоторов, с каждым из которых состыкован 7-ступенчатый преселектив и передний привод. Выпуском новинки займется калининградский автотор. По предварительной информации, у дилеров такие паркетники появятся не раньше весны. Лифтбэк Volkswagen Arteon формально готов к старту продаж, так как прошел процедуру обязательной сертификации. Об этом свидетельствует соответствующий документ, опубликованный Росстандартом. В России Arteon сертифицирован с двумя вариантами бензиновой турбочетверки, объемом 2 литра. Младшая из версий будет устанавливаться на машины с передним приводом, а более мощную предложат для полноприводных версий. Коробка передач только 7-ступенчатый робот DSG с двумя сцеплениями. Машины будут поставлять из Германии. Что касается даты начала продаж, то российскому офису немецкой марки только предстоит ее объявить. В открытой базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства на Chery Tiggo 8. Для марки Chery это самый большой кроссовер – одноклассник Шкода Кодиак. На родине модель представили почти два года назад, а в России Tiggo 8 выйдет сразу в двух версиях – с двумя или тремя рядами сидений. Единственный заявленный мотор – двухлитровая бензиновая турбочетверка с распределенным впрыском. Пару ей полагаются вариатор, а также система полного привода.